По сути, время всего на один бросок. В зону удалось войти, а дальше контроль потерян. Три, две, одна. И на этом сезон заканчивается впервые в своей истории Динамо Нева. Выигрывает Кубок Женской Хоккейной Лиги. Сложена память. А точнее, на всю жизнь. Сегодня в Котлас к нам приехал Кубок Женской Хоккейной Лиги. Сегодня у нас состоится встреча с выпускницей спортивной школы отделения хоккея «Шайба» Юлии Смирновой. Тренер Балакшин Сергей Николаевич. Дорогие друзья, действительно, сегодня мы с вами становимся свидетелями. Для Котласа, наверное, это историческое событие. Потому что увидеть своими глазами вот такой прекрасный кубок, кубок Женской Хоккейной Лиги, который завоевала наша котлашанка, наша простая, смотрите-ка она, скромная, симпатичная девочка, которая своим трудом и упорством доказала, что не бывает ничего недостижимого. Все зависит только от вашего желания и от ваших возможностей. Если вы хотите своим трудом достичь высоких вершин спортивных, вы это сможете сделать. Надо только этого очень сильно хотеть. Юля, вот яркий пример этому. Она воспитанница Сергея Николаевича, тоже пришла маленькой девочкой в спортивную школу, встала на коньки, взяла клюшку в руки и пошла заниматься. Ведь это здорово, здорово, что развивается на сегодняшний день женский хоккей. Потому что раньше считалось, что хоккей это все-таки шайбы, это мужская игра, да. А здесь нет. Все-таки и женщины, и девочки наши тоже начинают, посмотрите, какие завоевывать высокие места в этом отнюдь не совсем женском виде спорта. Юля начинала-то играть в хоккей с мячом сначала. Играла у Уолфертьева, да. Его нету, наверное, да? Его нету. Нету. Во сколько, наверное, в четверг? Лет 9, да, перешла? Да, да. В 9 лет она перешла играть в хоккей-шайбу. То есть занималась у меня. Вот Алексей Николаевич тоже помогал заниматься. Как бы. Ну, еще как было. Ну, расскажу, как на самом деле было. Подошел папа у Юли и спросил. Говорит, давай Юлю попробуем играть. Я говорю, я первый раз столкнулся так, что с девочкой как бы в команде была. А тогда, по тому времени, у нас 2000-й год был, ребята, 2000-2001 год. И как бы было разрешено на 2 года девочке старше играть. То есть, ну, до определенного возраста, то есть до 14 лет. То есть девочка могла играть с мальчиками. Ну, Юля у нас вот играла. Она играла, наверное, даже получше ребят. Ну, она всегда раньше была, да, там была большая, высокая была. Это потом ребята догнали ее, как бы, перегнали все. Ну, всякое было там, да, как бы, ездили очень много куда играть. И она и участвовала, и в «Золотых шайбах» за ребят, да, участвовала. И в составе сборной Архангельской области была, играла. И всякое было. На поле и дрались из-за нее сколько раз ребята. И она тоже там немножко, у них, потому что соперничество было, там была в Оркуте девочка, в Вельске две девочки. И вот у них тоже была такая, как бы, ситуация. А была такая ситуация, что в Котласе принимали команду Вельск, там, да. Мы уже выиграли эту команду. И в конце игры мальчик подъезжает, и Юля прямо клюшкой по спине с такого силы. И вот здесь, как бы, если там Влад помнит Васенев, да. Вся команда потом драться начала, заступаться за Юлю. Ну, то есть съездили, наверное, все коми объездили, да, Юль? Играли не только там, и старшие с ребятами. Играли в Архангельске. Где-то я даже по 99-му году-то играла за Архангельск на «Золотой шайбе». Потому что на «Золотой шайбе» можно было играть девочкам только на год всего. Как бы, старших. Ну, школу прошла колоссальную. То есть она упертая была, я не знаю. Она даже, когда уже в Челябинск переехала играть, да, вот в 14 лет перешла, она каждый день на корт приходит и все, шайбы колотит, молотит, кидает. Один раз даже стекло разбила. Такая упертая была, как бы. Ну, палец в рот не клади, как говорится, там. Ее обидеть там тяжело было даже ребятам, как бы. Ну, вот за счет, наверное, труда, упорства она все-таки добилась. Подошел, потом время подошло. Там уже 14 лет. Папа говорит, типа, можно, говорит, школу Макарова в Челябинске. Я говорю, конечно, едьте. Съездили. Юля там в школе, там год, наверное, был, да? Два там. Два года. Потом переехала в Ухту играть, то есть там была уже профессиональная команда Горняк. Потом играла в Ухте через года два, наверное, да? Да, в Питер. Года два. Команду расформировали, ну, как бы, да, или переправили. Переправили. Переправили в Питер. И там была уже Горняк, да? В Горно, да. В Горно. Горно, да. И потом уже команда вот Динамо Нева. Она под Ротенбергом, по-моему, да? Нет, это нет. Или под женой Ротенбергом. Под женой Ротенбергом. Под женой Ротенбергом. Команду. Юля также участвовала в Олимпийских играх в Китае. Играла на чемпионате мира в Калгари. Играла. Ну, вот и долгожданный ее заветный трофей. Я ее спрашиваю, говорю, Юля, уже пора завязывать? Наверное, уже дети, пора уже начинать. То есть, она мне говорит, нет, я еще на два года контракт подписал. Сказал. Юля, сколько времени ваша команда шла к победе? В четвертый год. В четвертый год. То есть, на четвертый год, да? Ну, да. Получилось. Ну, я с отцом разговаривал, как бы, до этого. Говорил, что очень трудно всегда почему-то. В последний момент команда проигрывала. А в этот год собрались, наверное, да? Да. Но им чуть-чуть в том году не хватило. Они тоже играли, да, вот за первое место играли. Да, в финале. Сагидель, да? Да. Они играли тоже в том году за первое место. Не хватило немножко. А в этом году, видно, собрались. Ну, вот пример Юли, да, для молодежи, например. Вот она каждое лето приезжает. Я каждое лето ее вижу на стадионе. Она, например, там бегает. Постоянно занимается над собой, то есть работает постоянно. То есть это пример молодым ребятам. И лентяя в спорте, особенно в спорте больших спортивных достижений, быть просто не может. Поэтому здесь нужно жертвовать. Кто-то идет в кино, кто-то идет в кафе и на дискотеку, а Юля идет в спортзал. И там истязает себя на льду в том числе. Последний, наверное, турнир твой был, я помню даже, когда это мы были в Архангельске, играли на первенадцатой области. Играли. Жили в монастыре еще. Помнишь? В монастыре жили. Где мы толпой жили? Нет. В трехкомнатной. Влад, наверное, помнишь, да, Влад? В монастыре это, наверное, была Юля. Последний турнир она играла тогда. Мы выиграли еще. Помнишь, играли-играли во дворце. Время кончилось, и мы так и выиграли. И вот тогда мы чемпионами области стали в этом году. Да, я помню. То есть вот это был последний, она вот здесь играла. А потом она уже в Челябинск поехала. А где вот больше всего и комфортно игралась? В Челябинске, в Ухте или сейчас в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге. А как живете, где живете, какие условия для тренировок, как все это происходит? Живем и снимаем квартиры, нам их оплачивают. Условия для тренировок потрясающие, на самой лучшей лиге. Ледовый, бани, все предоставляется, массажисты, все есть. Полностью одевают, спонсируют команду на высшем уровне. Как бы в этом плане, именно в Санкт-Петербурге. А кто спонсирует? Газпром? Или Тинькофф, я вот смотрю здесь. Ну, я не знаю. Тинькофф спонсирует в ЖХЛ, сама. Женскую хоть, не в ЖХЛ. Да, сама. Нас, Академия, Динамо спонсирует. Динамо? Да. Илья, расскажи, твои ощущения, первый раз ты попала на чемпионат мира. Как страшно было или еще что-то? Кстати, не было страшного. Было даже очень интересно. Настолько интересно, что на товарищеских матчах я получила травму. И просидела весь чемпионат мира, смотря с трибуны. Но это тоже, на самом деле, бесценный опыт, потому что посмотреть на игроков, которые выше уровня, убирают со стороны, тоже можно поучиться. Ну, то есть как было? Но обида все равно была, что не на поле. Нет, обида не была. Но я это... Поплакали, как говорится, и нормально. То есть была ситуация такая, кто не знает. То есть перед чемпионатом мира, там же в Калгари, играются товарищеские матчи. Вот они с американцами играли, да? Да. Играли с американцами. Юля – это защитник, как бы. И получился рикошет, и попала ей в руку шайба. И был перелом. Пальцы, да, Юля? Был перелом. Из-за этого у них команда осталась, вроде вас. Из шести защитников пять осталось, да? Да. Пять защитников осталось. То есть, ну, как бы, такая была ситуация. Но у нас зато на Олимпиаде все игры. Да. Отыграло. Опыт колоссальный, конечно. А вот кто по ощущениям, как американцы, канадцы играют? Они же родоначальники хоккея являют. Или мы лучшие? Ну… Да, они значительно лучше играют у нас. Они быстрее, мощнее. И совершенно другая подготовка. Ну, у них, то есть, большая часть… Если, например, взять у них, да, у них намного… Женская лига развита, наверное, побольше у них и… Она давно развита. Развивается давно. То есть, у нас же, я думаю, что срок небольшой в женской лиге самой, да? Да. То есть, они дольше занимаются, знают, как, чего происходит отбор в женскую лигу. Как готовятся игроки самые, сами. Ну, то есть, это еще только было начало, то есть, тогда больше эта часть, как бы, еще только начало женского хоккея, то есть, начинается. Ну, как бы, в дальнейшем-то сейчас, вот я смотрю, езжу везде, играю, смотрю, очень много девочек играют во всех командах. И неплохо играют, играют там. Бывают некоторые ситуации, что даже лучше ребят вот играют, есть девчонки. То есть, это зависит от стремления, как стремиться будут, как работать будут. Сама женская лига молодеет или же возраст держится одинаково? Нет, молодеет. Сейчас очень много молодых игроков, которые поджимают, так сказать, старушек. А много желают? Нет, правда. Ну, для спорта это, наверное, тоже уже… Команды в сезоне добавляются в женской лиге? Да. Новая это команда? На данный момент нет. Нет, да? Стабильная. Сколько команд играет в женской лиге вообще? Сейчас на данный момент? Сейчас на данный момент играет 8 команд. 8, да? Это, то есть, две группы там? Запад-Юг, да? Восток или… Нет, у нас общая одна группа. А, общая 20, да? Мы по 3, да, в мочи. Дома-Юг. А какие самые сильные команды, на твой взгляд? Женские? Да. Уфа, Гидель, Бирюса, Красноярск и Торпеда, Нижний Новгород. Ну, и мы, конечно. А они сейчас Торпеду стали, да? Да. Раньше с Киевом? Они под КХ вышли. А, под КХ вышли. А есть ли какой-то регион, откуда самая большая селекция идет именно от девушек, женщин, спортсменов в хоккей? Или страна так вот собирает? Собирают они, везде собирают, да. То есть все-таки селекция такая распространенная, да? То есть и там смотрят, везде смотрят, да? То есть где появляется кто-то, привлекают, подбирают, забирают. Наверное, все равно Татарстан, Урал, наверное. Ну да. Татарстан, Урал все равно, наверное, самое более. Или образованием сейчас занимаетесь? Ну, какое-то высшее образование получаете? Да, на данный момент нет. Ну, планируем. Планируем, но у меня пока что... Пока времени не хватает. В сфере спорта или что-то такое? В сфере спорта. В сфере спорта. Что символизирует номер на вашей форме? То есть он вам просто достался? Или есть какая-то история? Фетисов. Фетисов. Нет, да, просто не нравится. Ну, кумир был в детстве Фетисов. А Фетисов играл бы номером два. Да. А так она в детстве играла, по-моему, девятнадцатый, девяносто... Двадцать девятый. Девяносто... Восьмой был у нее в детстве. Сорок восьмой. Мне кажется, у каждого тренера, у каждого хоккеиста, кто когда играл, у всех есть какие-то свои любимые номера. Или я ошибаюсь? Большую часть ставят обычно... Кумиры? Кумиры, да. Кумиры. Кумиры или бывает такая ситуация ставят. Либо играют день рождения, год рождения. Я, например, у меня была цифра 13, я ее любил, да. Но у меня такого ничего не было как. Борис Михайлов играл по тренадцатым номерам. Ну, пожалуйста. Как проходил просмотр в команду? Сложно было? Какие ощущения были на нем? Не, на самом деле, да, очень волнуательно, когда ты переходишь в профессиональный хоккей. Очень волнуательно, потому что там в основном все старшие, и ты приезжаешь молодой туда. Стараешься быть лучше всех, показать, чтобы тебя взяли. А так, в принципе, с годами я понимаю, что вообще не нужно волноваться. И все получается и так. Нужно, наверное... Дедовщины нет? Нет, слава богу, нет. В некоторых клубах это есть, да? Ну, я не знаю, но у нас нету, слава богу. Все равно, наверное, приходится доказывать, что ты не хуже, чем другие. Просто зацикливаться на этом не нужно. То есть вы приезжаете, все равно, ну, просто работаете, работаете, работаете? То есть не то, что там, вот, здравствуйте, меня отобрали, а такая звездочка приехала. Нет. Нужно постоянно работать. Постоянно надо работать, чтобы выглядело. А, наверное, все звезды в одной команде. А как сейчас у вас будет снова состоять график? То есть сейчас вы отдыхаете? 15 числа начинается сбор. 15 июля? Да. Уже начинается сбор, да? Вы уже поедете работать? Завтра вроде, да? Порезавтра. Завтра, да. Все, лето кончилось, да? Да. А сколько отдых-то всего был? Два месяца. Когда заканчиваешь? Вот два месяца личной жизни. Ну, нас там же. А семья, родители с вами переезжали с 14 лет? Нет, я сама одна. Да. Ну, было тяжело в школе Макарова. Очень было тяжело. Там, когда, я помню, когда она уехала, как бы мы с папой очень много общались насчет этого. Было очень тяжело. Были готовы даже, да, такое состояние было, что уйти уже оттуда было. Да. И такое было все, как бы, но она, естественно, в зубы все равно вытерпела эту ситуацию, как бы. А потом уже, да, в Горняк-то вы в Ухту уехали. Через два года. Там, я помню, у вас команда даже была, волчицы какие-то вы были. В Челябинске. В Челябинске. Да, потому что я помню, что ты мне кариндарь даже привозила там. Такой. Так что. Пожалуйста, у вас сейчас в вашей команде какой-то свой дом-то? Ну, стадион свой. Видите? Юбилейный. Какой? Юбилейный? Юбилейный, да. После, когда СКА вы ехали, да? Да. Да, там Динамбо делать. Подожди, это новая арена СКА? Не, не, не. Это бывшая арена СКА. А как распорядок дня вот ваш? Когда идет тренировочный процесс и когда игры идут? Ну, игры, ладно, пойдет. С подъема, начиная с подъема. Во сколько встаете, завтракаете, дальше пошло? Ну, в тренировочное время у нас обычно в 11 уже тренировка. Соответственно, в 7-8 подъем, завтрак. Погулка с собакой. И уезжаешь на стадион, возвращаясь, ну, примерно я возвращаюсь. Около 6-7 обратно. 6-7 часов вечера? Да, обратно. Тренировка одна за день или две? Ну, раз земля. Две, земля и лед, соответственно, да. Еще разборы всякие. Да, бывают разборы, игры. Плюс зал еще. Да, вот зал, лед и тактика. Может, в карьере, да, он запомнился больше всего, может быть, там, душу запал, в плане соревнований, может, какие-то знакомства. Это Олимпиада, конечно же. Это, наверное, самое лучшее, что, наверное, могло произойти вообще со мной. Попасть на Олимпиаду. И это запомни, наверное, всю жизнь. Еще, кстати, Юля играла не только на Олимпиаде, начинайте мира, она играла на двух кубках, как в матче звезд, в общем. Удача в матче звезд. На матче звезд вот она играла еще, да, вот это тоже как бы престижно было. Там не только девушки играли, там и мужчины играли, как бы профессионал. Ну, то есть, они первый раз выиграли, да, матче звезд? Когда в золотой форме были? Или второй тоже были в золотой форме? Нет, в красной были. Я помню, что вот, я два смотрел, но не помню майки, какого. Или давай всем напомним, сколько тебе лет? Двадцать шесть. Двадцать шесть лет. Юля, твоя мечта? Какие мечта? Ну, в спорте, в жизни? Ну, в спорте, скажи, какие мечта? Я хочу стать олимпийским чемпионом в спорте. Молодец. А в жизни? Здоровым и счастливым человеком. Молодец. Вот яркий пример. Поэтому, ребят, берите пример, старайтесь, стремитесь, и все у вас получится. Дерзайте. Как было тяжело привыкать к новому льду из переезда из одного льда в другом? Нет. Нет, не тяжело. Они-то сейчас просто катаются. Один в субботу в одном, в воскресенье в другом. И постоянно у них смена вот эта, и как бы они... Чувствуют, да? Да, чувствуют разницу. Ну-ка, давай сфотографимся. Здесь, а... С другой стороны встань. Подходите к кулаку, если стойте. Да, нет. Ну, посидите все. Окей. Нет, а то и сзади сдачные. Нет, нет, нет. Улыбаемся. Много сил оставила. Для того, чтобы добраться до этого титула. Нет, нет. 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 Продолжение следует...